В затопленных домах уже полгода живут жители частного сектора по улице Седова. Пока власти и компания Караганды-Су бездействуют, жители как могут, своими силами, справляются с водной стихией, которая попросту может оставить их без жилья. Вот такие каскады воды стекают по улицам Седова в Михайловке. Бурные потоки заполняют арыки, дорожные ямы. С авариями на водопроводе жители этого частного сектора сталкиваются каждый год. Последний крупный прорыв случился в апреле. На дворе середина сентября, а компания Караганды-Су с аварией так и не справилась. Реки вот сырые у нас. Видите, все в сырости. Погреб – это вот что с той комнаты, что здесь. Это везде вот такая вода. Дом Танзели-Жуковы буквально стоит на воде. Журчащие потоки добрались и до ее жилища. Погреб доверха заполнился водой. Женщина шутит, что за вареньем и вовсе приходится нырять с аквалангом. От влажности гниют полы, дети бесконечно болеют. У нас весь дом на воде. Мы на воде сидим полностью. Я даже вызывалась, приезжала, я не знаю, с ЧАЭС. Как же его фамилия? ЧАЭС начальник. Он говорит, там у вас работники работают. Вы, говорит, им скажите, пусть они зайдут. Они зашли, у нас как в фонтан. Под полом прямо журчание было. Он говорит, я не знаю, откуда что бьет. Что останется от дома, если аварию на трубопроводе не устранят, женщина и представить себе не может. Подтапливает питьевой водой все дома по этой улице. А ведь здесь живут и пенсионеры, и труженики тыла. Остаться на руинах собственного дома на старость лет – такая участь ждет пожилых жителей улицы Седова. В отчаянии жители этой улицы обращались во все инстанции. Однако ни от Акимата, ни от компании Карагандесу никакой реакции не последовало. Частный сектор никому не нужен, возмущаются пенсионеры. Казалось бы, весной, когда случилась авария, приехала техника, рабочие, выкопали котлован. Однако поток воды только усилился. Решил посмотреть, что они там делают. Вот сидит рабочий, из деревяшки вытачивает чоп, чтобы забить. Но нельзя один раз навсегда сделать вот этот кусок. Метров сто, пятьдесят, я не знаю. Чтобы можно было один раз делать. В итоге, когда закопали, уехали, через неделю опять стало течь. Это каждый год продолжается бесконечно. Приезжают, выкапывают, уезжают и снова течет. Оказалось, что аварийная бригада компании Карагандесу просто не знают, где прорыв, а зима не за горами. Что станет с улицы Седова, когда стукнут морозы, нетрудно представить. И за горами начнутся морозы. Вот там, с той стороны, начинает замерзать. Вот вода, я уже вам показывал. Она намерзает, намерзает. Потом в оконцовке труба замерзла полностью, и все, и вода. Есть вода. По законам физики она себе находит и растекается, куда хочет. А потом, что, как тот Афоне сказал, хочешь купайся, хочешь норму ГТО сдавай. Что хочешь, то и делай. Чем вам не вода? Оператор говорит, а мы знаем, зиме сделаем. В зиме, где она? Вот она уже зима. Пока жители буквально утопают в рукотворных водоемах, компания Караганды-Су клятвенно обещает устранить аварию в самое ближайшее время. Мы будем следить за развитием событий. Ирина Камышо, Тулегин Рашитов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА